Молодого картофеля И начинаем с того, что нам нужен картофель. Я его уже хорошо очистила и промыла. Конечно же, лучше всего для этого рецепта подходит небольшая картошка. Если у вас вся она одинакового размера, отправляйте просто форму, в которой вы будете запекать это блюдо. У меня же есть и поменьше, и побольше, поэтому тот картофель, который больше, я разрезаю пополам. Сразу же все делаю в той форме, в которой буду запекать. У меня здесь 2 килограмма картофеля. Я солю, добавляю больше, чем чайную ложку соли, перец и специи. У меня это копченая паприка, хмели-сунели и немножко базилика. Добавляю буквально 20 грамм масла и все хорошо перемешиваю. Смотрите, форму для запекания я беру достаточно большую. Нам нужно, чтобы картофель в форме лежал одним слоем. Я беру сало. У меня сало сегодня с такой вот прослойкой. Конечно же, вы можете использовать и самое даже тонкое обычное сало и нарезать небольшими шкварочками, кубиками. Я же нарезаю вот таким вот образом, так как у меня сало с мясной прослойкой. Хочу, чтобы оно не полностью выжарилось, а чтобы чувствовалось, что это такое сало. Сало у меня 500 грамм. Конечно же, можно взять 200 грамм сала и 300 грамм мяса. Это уже по желанию. И 2 средних луковицы я нарезаю полукольцами. Лук я отправляю к салу и заправляю только соль и перец по вкусу. Все. Сало с луком я выкладываю поверх картофеля, закрываю все фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на 40 минут. Через 40 минут я снимаю фольгу и даю картофелю минут 15-20, чтобы он подзолотился. Шкварочки подсохнут, подрумянятся и картофель подзолотится. Но время приготовления зависит от вашей духовки. Вынимаем из духовки. Пока все еще горячее, я посыпаю чесночком порубленным. Ну и, конечно же, укропчиком. И вот посмотрите, в итоге у нас получилось полноценное блюдо. Не нужно отдельно запекать или отваривать картофель и делать зажарку. Все просто, быстро и очень вкусно. Это блюдо в моей семье во время молодого картофеля готовится очень часто. Предпочитаем подавать и с салатом, и с зеленого лука с яйцом. Это очень вкусно и сытно. Картофель получается внутри мягким, сверху вкусная корочка. Сало тоже подзолотилось, но в то же время ощущается вот такая вот шкварка. Ну а лучок, конечно же, придает сочность и нежность для блюда. Ну что ж, друзья, вот такой вот сегодня у меня рецепт. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч на канале вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok